Первые дольщики группы компании «Город» становятся новоселами. Ключи от двух домов комплекса «Ленинский парк» в ближайшие дни получат 2000 жильцов. Вручение ключей начали на следующий же день после положительного вердикта Госстроенадзора. Но торжественной обстановки, к которой так стремились чиновники, добиться не удалось. По словам дольщиков, всю радость напрочь убили годы нервных ожиданий, да и сам вид жилья. Оптимизма не прибавили даже первые лица города, обещающие все недоделки устранить до конца июня. Дом 6А, 7А, это так называемая первая очередь. Сегодня будет выдано 120 ключей от квартир. Сформированы 10 бригад и с жителями этого дома пройдут специалисты управляющей компании, генерального подрядчика и инженерные компании, которые возьмут на карандаш на заметку все замечания. По словам некоторых новоселов, переезжать им предлагают внедострой. В доме протечки, отделка парадных не завершена, а кое-где плесень и странные дыры в стенах. Мне не нравится, что у недоделано кто? Пену подрезать после монтажа. Пену подрезать, а там может быть дыра на улице? Не может быть дыра на улице. Это претензия не к рабочему, а к застройщику. Про качество новолчин, да, пока в эксплуатации будет видно. Знаю, что у других дольщиков есть дыра на улицу, потеки, грибок. Разрешить все вопросы не словом, а делом подрядчики обещают максимум за 10 дней. Сейчас выдают ключи от первой парадной, остальным по порядку. На секцию отводят два дня, чтобы к концу июня 2000 семей Ленинского парка получили свои квартиры. Между тем, на вторую и третью очередь жилищного комплекса сейчас только ищут средства в бюджете. Общая задача, которой перед нами стоит губернатор Георгий Сергеевич Полтавченко, завершить все нехорошие истории с проблемными объектами до марта 2018 года. Строительство Ленинского парка началось еще в 2010-м, но через несколько лет встало. Работы возобновили только в прошлом и под присмотром правительства Санкт-Петербурга. Потраченные из казны 3,5 миллиарда рублей власти намерены стребовать заваривших эту кашу бывших учредителей группы компаний «Город». Общая же сумма всех хищений, по некоторым оценкам, доходит до 7 миллиардов рублей.